Это произошло в квартире одной из многоэтажек в Москве. В ней проживали 4 человека. 57-летний Михаил Хачатурян и 3 его красавицы-дочери 17, 18 и 19 лет. Жена Хачатуряна ушла из дома и видеться с детьми он ей не разрешал. По сведениям комсомолки у Михаила есть еще и сын, но тот съехал в съемную квартиру и, как выясняется, не случайно. Хачатурян был очень суровым отцом, ни одна из дочерей не могла без его ведома даже на улицу выйти. В случае малейшей провинности папаша пускал в ход кулаки. Знакомые девушек часто замечали на их руках синяки. И вот в один из дней терпение у девушек лопнуло. Очередная ссора, и одна из дочерей схватила нож и ударила им отца. Затем еще раз, еще и еще. Мужчина истекал кровью и, по некоторым данным, даже успел ранить дочь. Но в результате девушки все вместе довели начатое дело до конца. Михаил Хачатурян с многочисленными колото-резанными ранами обмяк и больше в себя не пришел. Убили своего отца, и сейчас говорят, выбора не было. Или мы его, или он нас. Все ли так черно-бело в этой жуткой истории? Так ли несчастны были девушки? Можно ли это назвать самообороной? Дадут ли 17, 18 и 19-летним дочерям Хачатуряна пожизненный срок? Кто он вообще такой? Михаил Хачатурян. Обсудим сегодня. Это «Особый случай» в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. «Особый случай» Вместе с нами в студии Павел Клоков, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Паш, мы приветствуем тебя. Привет. Павел, как минимум, общался с друзьями, знакомыми этих самых девиц и соседями. Подробности мы от Паши услышим обязательно, но в первую очередь Дина Карпицкая, специальный корреспондент московского отдела «Комсомолки» на прямой связи с нашей студией, прямо из суда. Дина, здравствуй. Что там произошло? Здравствуйте. Ну, совсем из суда, из СИЗО, на самом деле. Из ИВС, если даже быть еще точнее, изолятор временного содержания, где сейчас находятся все три сестры. Буквально только что к ним камеры ходили правозащитники из общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников, который давно уже сотрудничает, так скажем, с «Комсомольской правдой». Вот он был у сестер, он вышел оттуда, у него просто глаза круглые от ужаса, от того, что они там ему рассказали и как они вообще выглядят. Что, что, что говорят? Сестры. Значит, во-первых, все кожащие, режещие ранения, о которых говорят, они действительно есть. Одна сестра вообще не встает с кровати, старшая, у нее поранена нога, ну, у нее там серьезная травма. У средней сестры Ангелины на запястье большой порез. В общем, они выглядят как вот после кровавого помощи. Подожди, Дин, давай с самого начала. Стало ли понятно из разговора Ивана Мельникова, да, общественника, с этими сестрами, кто в итоге начал эту ссору, потасовку, он на них напал? Ну, смотрите, все три сестры в разных камерах содержатся, это по правилам, они не могут быть вместе. И все три сестры рассказывали одно и то же. Отец на них нападал, начиная с самого их рождения. То есть, сколько они себя помнят, он их бил. Одна из сестер Ангелина, она перечислила, например, оружие, которое у них в доме находилось, дробовик, револьвер, бита, ножи всевозможные, еще какой-то пистолет. И вот отец этим пистолетом их там как указками вот так вот их разгонял по квартире. У него был специальный звоночек такой, в который он звонил, и в любое время дня и ночи кто-то из сестер должен был к нему подбежать и тут же сделать все, что он скажет. Настолько там был какой-то рабовладельческий строй, что он даже окно там не открывал. Вот он вызывал кого-то из дочерей, чтобы они вот почесали спину, открыли окно, там налили воды. Дина, скажи, пожалуйста, а девушки рассказали, как они это сделали? Они описали сам процесс убийства? Вы знаете, по правилам членов наблюдательной комиссии, по закону, не иметь права расспрашивать людей о преступлении, потому что каждое слово, оно может быть использовано или за них, или против них. И правила запрещают это делать. Они могут рассказать все, что угодно, помимо того, что произошло непосредственно в день преступления. Об этом они будут рассказывать на следственных действиях и на очных ставках. То есть они под подпиской сейчас? Конечно, они не имеют. И даже если они что-то расскажут, то правозащитники не могут это разглашать. Дина, скажи, пожалуйста, вот что в этой истории удивляет. Все вроде такое черно-белое. Отец тиран, отец измывается над ними и так далее. Девочки не выдерживают, убивают его. Они рассказывали, да, есть некоторая информация о том, что они сами-то, в общем-то, ну, такие нормальные девчонки. И травку любят покурить. И когда отца не было дома, приглашали там парней. А как они могли на это решиться, если знали, что он такой изувер? Я вот это никак понять не могу, сложить у себя в голове. Об этом шла речь вообще? Ну, как они решить, могли, наверное, речь будет идти дальше. Сейчас они в шоке находятся. Даже не понимают. Вот младшая даже не понимает, что произошло. Она вообще в прострации. Но он их держал заперти дома. Они не выходили из дома. Уже, наверное, они могли любой план там... Ну, я думаю, что Павел Клоков, который в этой студии нам расскажет подробнее об этом. Тогда давайте этот вопрос за скобки, что называется, отправим. А что они говорили о том, чем занимается их отец? Об этом они рассказывали Ивану Мельникову. Они рассказывали, во-первых, что отец их лечился в психиатрической больнице неоднократно. Буквально месяц назад он вышел с очередной госпитализацией. Также они рассказывали, что они много раз в школе просили им помочь, обращались к психологу. Например, вот младшая Мария и Ангелина, они учатся в одном классе в одиннадцатом. Ну, так получилось, что просто среднюю дочь позже отдали в школу. И вот за этот год они посещали уроки семь раз. Но никто из школы ни разу. Потому что он их не выпускал из дома, либо они были так сильно побиты, что не могли выйти. А, неловко было в школу ходить синяками. А старшая сестра, она училась в медицинском колледже, она тоже сказала, что она ходила примерно раз в две недели на занятия. Когда синяки сходили, вот она могла себе позволить сходить. Дина, им какую-то медицинскую помощь оказывают? Они насколько в плохом состоянии сейчас? Да, сейчас правозащитники попросили еще раз осмотреть, перевязать, обменять эти повязки с ранами. Ну, какую-то, да, там минимальную помощь, которую, возможно, в ВВС, первую помощь им оказывают сейчас. Дин, есть что-то добавить к этому рассказу? Ну, добавить только то, что у них нет абсолютно только защитники по назначению, они абсолютно не готовились даже с этой точки зрения посмотреть, не понимают, что происходит, как действовать. То есть, как это у них нет адвоката? Ну, есть по назначению. Ну, назначенные адвокаты. Хорошо, я могу в прямом эфире попросить Андрея Сергеевича Мишонова, представителя Уайт-Ньюс, зайти в дело, собственно, и помочь девочкам. Давайте узнаем за скобками этого эфира, насколько есть необходимость. Дин, скажи, пожалуйста, была информация о том, что Дин отвалилась, да, со связью что-то у нас? Была информация просто в средствах массовой информации, в том числе и в Комсомолке, что якобы мать приходила поддерживать девчонок. Я слышал. Их родная мать, которая, собственно, из семьи ушла, не смогла жить с этим тираном. Я слышал от соседей, что она приходила в тот день, когда, собственно, полиция приехала на место. И соседка, которая живет через стеночку, мне рассказывала, как она заходит, видит труп, тело лежащее на лестничной площадке, и жену его бывшую, то есть мать этих девочек, которая сидит на коленях и закрывает руками лицо. Она вызвала полицию? Нет, вызвали сами девочки. Сами девочки. Сами девочки. Когда, собственно, поняли, что произошло. Давайте к этой вот картине, которую нам сейчас в эфире пыталась нарисовать Дина Карпицкая, спецкорда Московского отдела Комсомольской правды, мы услышим запись разговора с подругой трех сестер, 17, 18, 19 лет. Я напомню им, обсуждаем то, что они убили своего отца, который якобы не давал ему дышать, не давал жить. Ирина зовут подругу. Вот что она рассказала. Девочки потихоньку, каждая рассказывала свои истории, что у них дома творится, потому что были дни, когда он их из дома выгонял. Некуда было идти там ночевать или покушать. У него слишком много денег, слишком много связей. Они боялись то, что они сейчас пойдут и откажут, а он это как-то замнет, им потом еще хуже от этого будет. Брат не выдержал, потому что когда он жил, ну, его точно так же избивали. Мама, она в Москве, она просто съехала в один момент, тоже не выдержала, собрала вещи. Но раньше он детей не трогал. Он срывал все зло на ней, она даже и подумать не могла, что это как-то на детях вырец. Мы это просто повторялись из-за дня в день. Дарья сбил, приставал. Он на себя ангелы строил. У какой-нибудь девочки, где нождение? Он снимал огромные коттеджи, он нанимал людей, танцевали, пели. И звал он не друзей, вот, дочерей. Он звал своих друзей, чтобы показать то, что у него есть деньги, как он любит дождь, то, что вот он, какой праздник ему строил. Обещали дать слово, собственно, Павлу, который общался с соседями. У нас есть запись разговора, да, с соседкой этих сестер. Давайте сначала услышим запись, потом Паша ее прокомментирует. Итак, Татьяна, соседка. На меня 2 января, лет 5 назад, пистолет с внучкой маленькой. К певицу обращалась, уголовное дело заводили, потом его прекратили. Безобразно, все жильцы, все страдали. Хамил машину прямо к подъезду, хулиган. Страдали все. Подъезд его в страхе был, самый грязный. Потому что там наркоманы, сыночек, гуляли. Девочки хорошие были все, семья. Он их всех в страхе держал. Это соседка сестер, которую убили отца Михаила Качатуряна. Она говорит про наркоманов каких-то. Она говорит про наркоманов. Вообще, вот, пообщавшись с соседями, я удивился над тем, что практически все защищают, исключительно защищают девочек. Несмотря на то, что они совершили, все стоят на ее защиту и даже собирают подписи сейчас, чтобы отправить в Следственный комитет. Как? И по делам этому козлу? Или что? Вот именно так и говорят. Вот именно так и говорят. Они говорят, что девочки были чуть ли не примерные, вели себя хорошо. Ну да, бывали какие-то вечеринки. Ну да, покуривали. Ну, сейчас молодежь. Ну, 18 лет, это объяснимо. Да, да. То есть они хотели быть и хотят, наверное, быть такими, как их сверстники и вести активную молодежную жизнь, скажем так. А не сидеть дома в заперти, как рабыни. А по поводу наркотиков, также все соседи мне сказали, что он ими торговал, причем он ими торговал почти открыто. Там недалеко от дома есть магазинчик, как-то они его прозвали, по-моему, то ли таблетка, то ли как-то называют его, он такой круглый. Он ставил возле этого магазина машину и как рыбы на рынке стоял, торговал, можно было заметить, и замечали не раз, как к нему подходили люди, они садились в машину, чем-то обменивались. То есть он, скорее всего, брал деньги, давал наркотики. И при этом был состоятельным человеком, да, я правильно понимаю? При этом был очень состоятельным человеком. Подруги рассказывали, подруги этих девочек рассказывали, что как-то он их привез в ЦУМ и сказал, берите, что хотите. Они набрали целые пакеты сумочки, одежда, обувь, косметика. Представляете, да, сколько это стоит на троих девочек? И, кстати, на фотографиях видно, что они... Официально он не работал. Он лечился, как Дина сказала, в психиатрической больнице. И часто ездил по святым местам, особенно в Израиль, какие-то религиозные крупные праздники. Кстати, в этот момент, когда он уезжал, они устраивали эти вечеринки. И соседка, которая живет за стеной, об этом рассказала. Слушайте, если бы мне отец прислал в мессенджеры то сообщение, которое мы сейчас с вами услышим, я бы не то, что вечеринки, когда его дома нет, не устраивал, я бы вообще ходил по струнке и боялся бы за свою жизнь. Мне кажется, это просто ушел бы. Или сбежал бы. Или сбежал бы, как-то сделал, собственно, сын. В 19 лет почему не уйти? Просто послал бы все, да? Взрослый человек уже. Так, с матерком, с таким, да? И сказал бы, идите. Ну, они были запуганы. В нашем распоряжении появилась запись, которую он присылал в мессенджер своим дочерям. Вы сейчас услышите, как он общался с дочерьми, собственно, этот Михаил Хачатурян. Внимание. Я твоей мамой был. Он уже в комнате, да, был? Он еще не заходил, да, говоришь? Он на улице стоял, да? Давайте уехать с хорошими. Я ваша мама ебаная. Я ваша ебаная. Я вашу бароку брата ебаная. Я ваша проститута ебаная. Сосок мама ебаная. У ебаная. А Кристили не могла сунуть суну, которую привозила до этого еще, когда я в отъезде был. Вот теперь Марина застала суну, он пихнул сережки своего ебаная. Да буду говорить еще много, еще прибавлю. И за братья просто. Много-много-много таких записей. Это, ну, понятно, да? С родными дочерями так общаются. Это он дочерей как раз ругает за вот те самые вечеринки, да? Вы слышали, там, проститутка, он там у тебя ночевал. Ну, такой мелкий, безнаказанный домашний деспот. Вот такая история. Который ненавидит женщин. Он же жену еще выгнал свою. А выгнал или сама? Ну, тут вопрос еще, или сама? Ну, это совпало. Получается, он ее избивал, и в один из таких моментов во время ссоры... Она и воспользовалась шансом, собственно. На прямой связи с нашей студией Артем Гилев, врач-психиатр. Артем Андреевич. Да. Здравствуйте. Я понимаю, что диагнозы стоит ставить в эфире, дело неблагодарное. Что вы можете сказать об отце, что вы можете сказать о дочерях? Ну, дочери, как видно, ну, из предоставленной информации, скорее всего, были просто доведены до крайности. И это убийство совершили на почве своих таких тяжелых эмоциональных переживаний. Ну, это в любом случае, конечно, будет убийство. Но, я думаю, примет суд во внимание все особенности этого дела. А насчет отца, ну, по отцу видно, что были особенности личности, возможно, связанные с употреблением каких-то психоактивных веществ. Но тут точных данных нет. Вот. Скажите, пожалуйста, вот дочери, родной отец, они жили 17, 18, 19 лет, соответственно, бок о бок, что называется. Разве не должно было у них сформироваться вот то, что мы часто называем стокгольмским синдромом? Каким бы ни был он отец, и другой жизни мы не видим. Да нет, почему? Это совершенно не обязательно. Это скорее какие-то, наоборот, случаи особенные. А, это скорее исключение. Да, это скорее растиражированное СМИ такое мнение. Понятно. Артем Андреевич, спасибо большое. Врач-психиатр, собственно, свою оценку этому дал. Если и вы хотите дать собственную оценку тому, что происходит, милости просим, в эфир 8 800 200, ровно 9702. Вы пишете в WhatsApp, очень много сообщений. Спасибо, номер, напомню, плюс 7, 967 200, ровно 9702. Есть среди них, например, и вот такое. Уважаемые господа, эти девицы расскажут вам сейчас все, что угодно. У нас что, первобытное общество? Где полиция, где школа, где друзья, где соседи? Правозащитники, как стервятники, налетели, деньги дармовые отрабатывают. Думаю, что произошел конфликт в наркотическом угаре. Пусть полиция разберется. Это пишет нам Валерий из Ясентуков. Так может, Валерий не слышал сейчас, собственно, записи вот этого сообщения, замечательного чуда отца, героя? А вот Валерий продолжает. Девки гуляли, пили, курили, наркоманили. Пусть разбирается следственный суд. Ну, слушайте, ну, в любом случае, отец действительно, может, хотел их таким образом. Да, он, может быть, не знал как. То есть порезать своих дочерей ножом, это нормально. Хотел их закрыть от, понимаешь, того, что очень хорошо знал. Если Паша говорит, что он наркотиками торговал, он от этого хотел, может быть, их оградить. Обматерить, порезать, изнасиловать. Ну, собственно, это воспитательные меры такие, да, Валерий? Не умеет по-другому. Ну, там кроме наркотиков еще и оружие было, да, мы сказали, что... Тот заседка рассказывал, да. Плюс он выходил с оружием иногда во двор. Однажды возник конфликт, когда женщина позвонила ему в дверь, попросила убрать автомобиль возле подъезда. Он стоял прямо практически возле дверей. Ну, а она местная активистка, говорит, не положено ставить на парковку. Он вышел с пугачом, ну, с каким-то ружьем, что ли, и начал ей угрожать. Она была снучкой 10-летней, испугалась жутко. Попыталась через полицию это решить. Да, писала. Ну, уголовное дело развалилось. А участковый, кстати, этого дома, я о нем тоже написал так вскользь. Я был у него в гостях вчера, он вообще не слышал ни одной жалобы на него. Давайте, собственно, этого участкового и услышим. У нас есть запись вашего разговора. Михаил Калашников, старший участковый полиции. Внимание. Мы на этом участке всего с февраля месяц. При учете того, что пока я вышел в эту должность, здесь всего три месяца. За эти три месяца нам ничего не поступало. Мы опрашивали соседей по этому поводу. Также они говорят, что ничего там сверхъестественного в этой квартире не происходило. Если бы происходило, то, соответственно, мы бы сразу об этом сообщили в полицию. То, что человек характеризуется как не совсем там может быть какого-то, но это и повод для проведения отношений его входит проверка. У нас хоть слово было про наркотики, это автоматически ложится на курсы, проводится проверка. У меня таких проверок. Ах, ну да, конечно, никто ничего не знал. Все гладко, да, по участковому. Очень жалко. У участковому все очень хорошо. Ну ты с ним общался, тебе показалось, насколько он был с тобой честь. Он не хотел давать интервью, он направлял в пресс-службу, ну, путем... Ну, так это, собственно, слышно. ...каких-то нечеловеческих усилий сидел там до последнего, наверное, около часа. И вот то, что удалось из него выудить. Михаил напишет в WhatsApp, номер, напомню, плюс 7-967-200, ровно 9702. Я не профессионал в области права и психологии. Мое мнение, дочери готовили преступления, осознавая последствия. Сам воспитал таких дочерей. Пишет Михаил. Михаил, позвоните нам в эфир, расскажите или в сообщении расшифруйте, что значит сам воспитал таких дочерей. Это самое интригующее в вашем сообщении. Иван из Кемерова пишет. Запуганные девочки не будут устраивать вечеринки в этом доме. Вот этот момент меня тоже, кстати, смущает. У нас есть первый телефонный звонок. Ольга из Твери нам звонит. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вы понимаете, почему они это сделали? У вас есть понимание, почему они это сделали? Вот. Это некому было взрослому подсказать, что им нужно было уйти, просто уйти. Как сделали вы? Вы ушли? Вы лично. По-другому. Когда мама умерла в результате побоев его, значит, мне его родной брат помог от него избавиться, от отца. Каким образом избавиться? Он не прописан в нашей квартире, и его родной брат с помощью милиции буквально помогал мне избавиться. Потому что после смерти мамы он устроил у меня квартиру. Подождите, родной брат выгнал его из этой квартиры, написав заявление в полицию, да, ну, с помощью там... И что, и все, и он от вас отстал, и он в вашей жизни перестал появляться? Нет, он приходил периодически. Я несколько лет боролась с ним в этом плане, потому что у него было свое жилье, но он считал, что это его дом тоже. Я ни на что не имею права. А что скрывается за этой общей вашей фразой, я пыталась с ним бороться в этом плане? Это как? Избавиться, чтобы он не ходил, у него есть свое жилье. Просто уговорами? Просто разговорами? Да нет, драками. Мама, когда умерла, бить-то некого было. Он налетал на меня, мне было 15 лет. Ну, то есть, мама не стала, он стал отрываться на вас? Конечно, и я была и С, и Б, и я услышала впервые в жизни, кто я есть на самом деле. И я хочу сказать, что если бы у меня была сестра или брат, наверное, случилось бы то же самое. Мне очень жаль девочек. Некому было подсказать, соберитесь и уйдите. Понимаете? Они не столько... Ну, вот Павел Клоков... Спасибо, Ольга, спасибо вам большое за этот звонок. Павел Клоков объясняет, что они боялись его. Просто это, ну, какой-то вот животный такой странный. Поэтому не решились, наверное. Пацан решился. Ну, вот сын, я имею в виду, Сергей. Кстати, давайте попробуем сыну дозвониться прямо сейчас с прямого эфира. Сергей, сын Михаила Хачатуряна. Я надеюсь, он сможет взять трубку и объяснить нам все-таки действительно вот так все оно выглядело в их семье. Насколько я понимаю, он мужиков и не трогал. То есть у него с друзьями прекрасные отношения, с сыном, может быть, непрекрасные. Именно к женщинам. Да, ну не такие, как с дочками, с женой. Там еще бабушка когда-то жила в этой квартире. Итак, Сергей, да? Набираем Сергея. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это ватсап и вайбер. Отточение на автоответчик. Увы. Недоступен, Сергей. Отключен. Это знак того, что занят, я не понял, занят или отключен. Занят. Давайте попробуем тогда через пять минут перенабрать. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. И экспертные оценки, если вы юрист, психолог, многодетный отец. Вот Роман из Кисловодска пишет. У меня четыре сына, простой рабочий. Так себя называет Роман. Почему школа соседей, мать, брат ничего не предприняли, а теперь осуждаем девочек. К сожалению, у нас начинают размахивать кулаками потом. Искать крайних после того, что случилось. Когда у нас научатся предотвращать подобное. Да, они виновны. Только в том, что, возможно, превысили самооборону. Понимаете, в чем дело? Как говорят в следствии, источник следствия, мужчина, Михаил Хачатурян, он спал в этот момент, когда его начали бить. Причем не только ножом, но и молотком по голове. И пшикали в лицо какой-то вот этой жидкостью, да? Ну, газовым баллончиком. Газовым баллончиком. Но в следствии вообще много чего могут говорить, они поговорить любят. Я не защищаю ни того, ни другого, ни других, но вряд ли там будет оборона, потому что нужно доказывать то, что он их истязал, унижал. Все эти годы? Вот это надо доказывать. А не в тот момент, когда они его убили. Да, привлекать свидетелей. Может быть, в школе кто-то видел синяки, хотя ходили, как мы выясняем, в школу они редко. Семь раз в этом году, как это так? Как их вообще не оставляют на второй год? Как их аттестовали? Ну, тут возникает вопрос. Валерий Зисентуков пишет, я живу на Кавказе, здесь такой менталитет у кавказцев, гулящая дочь, позорит рот. Мужик переживал, ругался, потом они его убрали, чтобы не мешал развратничать. Девки в этом возрасте, когда гиперсексуальность, выносят мозг. Так, собственно, ладно, давайте тогда по закону Российской Федерации две из девушек, совершеннолетние. Ну, так оно и будет, скорее всего. О, другое сообщение, а это доказано, что он их избивал и насиловал. Мутная история, возможно, спланировали, потому что не давал вести разгульную жизнь. Есть какие-то подтверждающие материалы, что он действительно их насиловал? Достаточно взрослые женщины, они понимают, что есть уголовная ответственность. Есть аудиозапись, на которой он говорит, что будешь делать то же самое, что уже делали, я не буду цитировать, там некрасивые фразы, то есть уже заочно, как бы, будешь делать то же самое, что ты уже делала. Или я покажу твоим, там, знакомым видео, то есть у него видео было. Скорее всего, это докажут. Скорее всего. Александр Железников, адвокат на прямой связи с нашей студией. Александр, из того, что известно об этой истории, реально доказать самооборону? Думаю, что самооборону это не будут так квалифицировать, честно говоря. Полагаю, что истинно находится посередине. Бессловно, человек был опасный, скорее всего, человек был криминальный. Думаю, что у девушек было основание опасаться его действий, в случае, если бы они, скажем, действовали вопреки его воле. Касательно насилия, не уверен. Касательно побоев, думаю, скорее всего, учителя, характеристики личности. Сложно комментировать это дело. Кроме того, это запрещено делать соответствие адвокату, который не участвует непосредственно в процессе, не принял поручения. Так сказать, да, но могу сказать, скорее всего, истинно посередине. Ну, мне кажется, на мой взгляд, так сказать, как вот просто человека, имеющего некоторую практику в этой сфере, то самооборону доказать будет очень непросто. Александр, а можете спрогнозировать результат какой-то? Что можно ожидать, что их ждет? Могу только предположить, что, скорее всего, следствие и прокуратура будут настаивать на версии предумышленного убийства, так сказать, в составе группы лиц. Насколько я знаю, следствие именно сейчас эту версию выдвигает. Вот вопрос экспертный. Насколько смогут доказать мои коллеги, защитники девушек, что девушки действовали, скажем так, таким образом, чтобы избежать драматических для себя последствий, либо в состоянии аффекта. А ведь по этому пункту статьи это до пожизненного лишения свободы, да? Ну, пожизненное в любом случае не грозит, по крайней мере, одно из них, оно несовершеннолетнее, кроме того, в принципе, не применяется пожизненное заключение, да, но 20-летний срок предусматривает закон. Но, учитывая их первую судимость, учитывая сложные жизненные обстоятельства, я уверен, что максимальное наказание ино не будет, по крайней мере, я как правозащитник осень этого желаю. И желаю успеха своим коллегам. Понятно. Спасибо большое, Александр Железников, адвокат был на прямой связи с нашей студией. Не можем мы ни о чем судить в этой истории. Я читаю ваше сообщение из WhatsApp, а в каждой избушке свои погремушки. Армяне вообще странная непредсказуемая нация, у них в голове иногда настоящий ад бывает, а они его выплескают либо друг на друга, либо на соседей. А вот нам в Вайбер пишет, если мужчина не стал своим детям настоящим отцом, он не мужчина. Или так. Сергей, еще раз попробуем набрать. Это сын Михаила Хачатуряна. Ваше мнение мы принимаем по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 и в WhatsApp и в Вайбере плюс 7 967 200 ровно 9702. В России нет пожизненного лишения свободы для женщин. Такое сообщение пришло в Вайбер. А мы пытаемся дозвониться до Сергея, сына Михаила Хачатуряна. Сергей, здравствуйте. Меня зовут Екатерина Белых, радио «Комсомольская правда». Дело в том, что мы очень переживаем за вашу историю, ну и в том числе лично я. И мы с коллегами очень бы хотели узнать ваше видение ситуации. Вы же ушли из дома сейчас, ваши сестры находятся в тюрьме. Мы не даем никакие интервью, нам это не нужно. Вам не нужно объяснить, почему... Сейчас все говорят про вашего отца, что он такой тиран был. Скажите какие-то слова в его защиту. Слушай, есть суд. Мы ни в каком пользе не будем давать никаких комментариев к этому отношению. Хорошо. Вы собираетесь своих сестер защищать как-то сейчас, поддерживать? Слушайте, я вам только что повторил. Я не собираюсь не давать какие на ваш вопрос ответственные. Какие интересные звуки. Вы где-то на автодроме находитесь? До свидания. Ну, может быть, кого-то пилет. Ну, имеет право, Сергей. Меня просто насторожил звук, да, как будто бензопила какая-то или пила рама какая-то. Мы знаем, где он работает? Может, это вот как раз с лесообработкой связано. Интересно. Интересно. Даже сын не стал защищать своего отца. Ну, и сестер тоже не стал защищать. Он мне говорил, когда мы с ним общались пару дней назад, он мне говорил, что всё, что пишут в СМИ про его отца, это неправда. Павел, говорит он, зайдите на его страничку в Одноклассники и посмотрите его фотографии. Там действительно ми-ми-ми. Он в обнимку с известными людьми в святых местах, с крестом на груди, улыбается, машет рукой. Ну, очень сложно судить о человеке по странице в Одноклассниках. Сложно. Ну, видимо, сын думает, что раз он такой добрый и весёлый в Одноклассниках, значит, он такой и в жизни. Ну, а почему тогда он ушёл из дома? Вот хороший вопрос, ответ на который, собственно, Сергей мог бы дать, но отказался общаться с нами в прямом эфире. Продолжение следует...